Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука. Одно из растений, которое очень часто имеется, ну буквально в каждом саду, это груша. Вот у меня на участке растет еще груша-дичка, ну такая деревенская груша-гнилуша. Я ее не убираю, она очень полезна, в силу того, что она является хорошим опылителем для всех сортов груш. Ну а кроме того, сама груша является источником для меня очень большой пользы. В листьях груши, которые уже формируются после цветения, ну то есть они полностью сформировавшиеся, в листьях груши содержится большое количество всевозможных полезных веществ. В первую очередь это полифенолы, это антиоксиданты, это различные антисептические вещества, которые полезны, между прочим, также и для здоровья человека. Кстати, груша это известный источник полезных веществ, например, для лечения почек. Но это, в общем, для людей. Что касается растений, то для меня важно, что листья груши содержат огромный комплекс веществ, которые оказывают антисептическое, укрепляющее и оздоравливающее действие на растения. И использовать грушу для улучшения роста, развития растений необходимо на овощах. Наиболее отзывчивыми являются томаты, огурцы. Очень отзывчивой на грушевый настой является и капуста. Ну, в общем, все наши основные тепличные и нетепличные овощи. Для приготовления такого горячего настоя необходимо сделать очень простую процедуру. Вот я нарезал веточек груши, и примерно можно вот так вот обстрыкать эти листья. Не принципиально, можно с молодыми веточками туда нарезать. Главное, чтобы где-то один литр по объему плотно уложенных листьев груши вы насобирали. Это, как видите, совсем несложно сделать. Вот таким вот образом. Ну, видите, здесь они рыхло уложенные, полтора литра. Но будем считать литр плотно уложенных. И затем эти листочки необходимо просто взять и залить кипяточком. Все очень по-простому. Ну, где-то литр кипятка, можно больше, неважно. Эти листья необходимо настаивать в течение суток. То есть, чтобы раствор настой этот остыл, ну и как следует напитался, напитался этой грушей. Через сутки, ну его можно подержать и два дня, и три дня, но он может забродить, если что. Если долго держать. Затем этот настой груши необходимо отсыдить, просто отсыдить и добавить туда, как хороший прилипатель, зеленое мыло. Ну, зеленое мыло берите любое по инструкции, либо грамм 50-го тертого хозяйственного мыла. Все это необходимо зарядить в опрыскиватель и обработать рассаду, только что высаженную растение в любой стадии развития, даже в фазу плодоношения. И вы увидите, что большинство вредителей и многие болезни, включая кладоспариоз, фитофтороз, прочие болезни, не тронут ваши растения. Но помните, что средство это профилактическое, как каждое профилактическое средство, оно должно использоваться довольно часто, примерно один раз в 10-14 дней. И, кроме того, при наличии признаков заболеваний, оно будет лишь сдерживать развитие инфекции, но не уничтожит ее. Для уничтожения инфекции добавляйте в грушовый раствор препараты синой палочки, добавляйте препараты триходермы, ну и многое другое, о чем я рассказываю на своем канале. Что ж, пользуйтесь этими природными решениями для того, чтобы получать замечательные урожаи без использования тяжелой химии. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи!